Если человек накануне зачета прыгает от радости и говорит, что он свободен и счастлив, можно предположить, что он получил автомат и сдавать ему ничего не придется. Оказывается, причина в другом. Родители собрали с подоконников и увезли на дачу рассаду, которая с февраля оккупировала в доме все свободные поверхности. И вот она причина для несказанной радости и чувства свободы. Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». Сегодня еще раз поговорим о прививках, разберемся, что делать с целеной, землей, которую давно никто не обрабатывал. Этот совет пригодится тем, кто в этом году решил вернуться на брошенную дачу или купил участок с вековыми зарослями бурьяна. А еще узнаем, для чего на участке нужен пруд, альпийская горка и голубятня. Вот это голубь называется, это мне сказали, пришли две пары, это крестовые. Вот когда он летит, у него прям крест. Да, крылья раскрываются, хвост, видите, голова, крылья. Мечта у меня была, чтобы здесь такие были. Здесь редкость такие, в полете вообще красивая. Одни красуются оперением, гордо несут веерные хвосты или капюшоны из перьев, а другие, может, и выглядят попроще, но зато летают высоко. А для настоящего голубятника это главное. Вот эти голубей они выпускают, потому что это любой хищник, он сразу их заберет. Или та же кошка сюда поднимется и возьмет. Летает вот, именно рабочие голуби. Гревуны, белые эти, вот такие все. Хозяин голубятни Роман Касимов – военный пенсионер. Когда-то в детстве он гонял голубей вместе со своим дядей, а потом долгие годы мечтал завести своих голубей. Мечта сбылась, когда после демобилизации он обосновался в Артеме вместе со своей супругой Натальей. Построили дом, разбили сад, завели кур, Роман построил голубятню. Вот это и кабин. Видите шаль у него? Так раз, закрывается. Очень красиво. Красиво, да. Вот это называется здесь бокатые, а в Казани они называются плёки. Видите, как у них эти, какие бока? Разные цвета. Вот они мне… А, на крыле такой. Да, вот это, да. Вот они мне пара пришла, вот. Уже года три, наверное, не живут у меня. Это голубочка. Голова видите какая? Изящная. Изящная такая, но видно, что девочка. Летает тоже красиво. Это павлины. Ну вот, например, вот такие сиреневые павлины стоят пара, ну, ну, четыре тысячи. Бывает пять. Кто и может и за десять запросить. Голубей обычно покупают парами. Но бывает, жизнь вносит свои коррективы. Выкупили пару, выпустили в вольер, а голубка выбирает себе совсем другого кавалера. Бывает, что и другой породы. Бывает такое, да. Потом их ловишь, сажаешь опять клетку, они опять спариваются. И всё, и следишь за ними. Бывает, перебивает. Ну, влюбляется, видать, бросает своего голубя. Такие есть настойчивые голуби. Лебединой верности у голубей нет. Хотя отдельные породы могут создавать устойчивые пары. Но потомство в гнезде выкармливают оба родителя. Голуби живут 6-10 лет. И каждый год у пары бывает несколько выводков птенцов. Я корма покупаю, например, проса, кукуруза, пшеница. Сами? Сами, да. Для декорации я дроблю кукурузу, чтобы не застряла в клюве. Потому что застрянет, голубь умирает. Примолоть, мешать это? Да, именно для декорации, да. Именно кукурузу надо молоть. Пшеница пройдёт она, чечевица, проса она мелкая. В голубятни Романа Касимова около десятка пород голубей. Декоративных и рабочих. Это декорации. Они же у меня не летают. А эти вот сейчас в мае месяце, когда уже эти хищники на яйца сядут, я их выпускать буду. Они должны работать, летать. Травки поклевать на улице. А сейчас просто ветра, видите какие. И они не любят туманы голубей. Вот поднимутся наверх и могут потеряться. А вот скажите, если кто-то мечтает завести голубей, ну вот можно с улицы забрать пару какой-то голубей? А на улице, ну дикие голуби, он не будет дома жить. Он всё равно улетит. Это у него уже природой дано такое, что он будет кушать, но как дверь откроешь, он всё. Он будет прилетать, покушать и обратно будет улетать. Бывает, что голубь за собой голубку приводит или голубка голубя, а что вы летали-летали и у вас их стало больше. Ну да, это чужие голуби. Например, они летают, раз какой-то прибился и всё, и заходят в голубятник. А увезти может? И улететь может. Ну он же не видит, когда летает, что голубь или голубь. Просто улетит и к другому сядет на голубятник. Бывает такое. Это называется поймал чужого. Ну просто начинаешь обзванивать знакомым. Не ушёл такой голубь. Если ушёл, значит приезжай, забирай. А есть люди, которые не звонят, просто себе оставляют и всё. Ну вот у меня Гривун один уходил, потерялся, через полтора месяца вернулся. И его голубка не принимала. Через четыре дня только он уже это... Свои права. Да, всё она это. Видите-ка, полтора месяца. Мне даже люди не верили. Кто-то его поймал, потом выпустил, он ко мне прилетел обратно. Всё-таки дом для них важен, да? Да, да. Надо просто за голубями уход, и они будут дом любить. Мы привыкли, что голубь – это птица мирная. На самом деле у них есть иерархия. Они чувствуют старшество всё равно. Кто старше, у того и больше авторитета. Да, да, да. Драться могут? Конечно. Из-за голубки. Любимые... Вот у меня здесь, видите, вот они, гривуны, шейки такие. Вот это мои любимые голуби. Это именно я всю жизнь мечтал, когда пацаном был, гривунов. Они очень хорошо летают, высоко. Они высоколётные. Пермские голуби, пермские. Их выводили в Перми. Вот мне с Казани приходили они. Где-то пришло штук восемь, наверное, а сейчас стало уже штук шестьдесят, пятьдесят. Это уже дети, уже всё. Пошли, пошли. В чём красота, в чём прелесть, когда вот летит... Что в этом? Ну, красиво. Кто понимает, тот понимает в этом. А кто не понимает, он не поймёт. Летает и летает. А мы даже знаем, кто летает, какой голубь, как летает. С вами Александр Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». Наши предыдущие выпуски можно посмотреть на сайте sadprim.ru в разделе видео. Напоминаю, что в апреле вышел второй номер журнала. Партнёры нашего издания – компания «Ресурс», ООО «Сфера Кадастр», салон кухонной мебели «Дом Кухни Давито», садовые центры «Флоригина» и «Загород», а также центры лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии и центры флебологии. Лечение любой стадии варикоза лазером в центре флебологии. Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз. Современное оборудование. Клиника экспертного уровня. Центр флебологии. Лазер вместо скальпеля. Александра Винниченко и телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья» с вами. Копать или не копать? Вот вопрос, который встает перед любым дачником. Особенно, если он стал владельцем участка, на котором последние 10 лет никто ничего не сажал. Если пырей и другие сорняки образовали сплошную дернину, без перекопки ничего не вырастешь. С другой стороны, чтобы освободить от пырей несколько соток, или это не хватит? Так копать или не копать? Ответ на этот вопрос знает Алексей Герасименко. Мы оформили гектаром участок 15 соток и начали его осваивать. И вот за выходные делали уже сад, рассаживали. То есть мы ничего не ковыряли, не колупали. То есть почистили кустарничек здесь был небольшой. Все делали вот такие кочи. А кочи делаем вот с такого хлама. Собираем все вот эти вот. И садим вот так вот на кочи. Вот они, видите какие? А для того, чтобы был плодородный слой хороший, мы вот между рядья делаем вот одна коча, вторая, вот тут третья. И садим кабачки. То есть за лето это все перегнивает, все весной раскидали. И получается очень хороший-хороший плодородный слой земли. И затрат никаких таких физических, сильных нет. Чтобы там вытаскивать камни, какие-то корни. Вот в прошлом году это тут все так было. Это уже вот наш персиковый сад. Уже перезимовал он. Вот так же вот было на кочах. Видите, сейчас поле ровное. Сейчас тут между рядья, пока, чтобы не гуляли, посадим картошку. Вот какая земля получилась. Видите? Он еще не до конца перегорел. Но уже все. Так что если вам достался участок какой-нибудь, такой заросшей травой, буреном, все. Не надо там вот убиваться, корчевать его, там выбирать эту траву. Делайте, если подсад, вот так вот с этими кочами садите. Между рядья засыпайте вот ботвой, травой. На этой уже земле картошку садить вообще будет прекрасно. И оккультурится земля, и вы будете с урожаем. Вы смотрите самую удачную программу. В следующем сюжете возвращаемся в Артем к Наталью и Роману Касимовым. Если Роман увлечен голубями, то его супруга решила заняться перепелками. Оказалось, что это очень перспективная птичка. Почти 60 перепелок разместились в небольшой трехъярусной клетке. Под перепелятник достаточно трех квадратных метров. Перепелка птичка очень компактная. Главное, чтобы ей было тепло. Температура зимой и летом должна не менее 18 быть. Вот зимой у нас тут обогреватель стоит у них, 18-20 градусов. Зиму перезимовали хорошо они. Вот сейчас уже без тепла. Поэтому пока держим, пока нравятся диетические яйца. Ну вот где-то в клеточку по рекомендации написано 30, но мы 30 не держим, чтобы им побольше раздоля было. Где-то 20 у нас, вот в одном 20, в другой 20 и внизу. Ну может 18-19 мы так не считали. Где-то вот так. Мальчиков у нас здесь нет, одни девочки. Ну мне больше феникс нравится. Они такие более подвижные и яйца у них покрупнее. Как-то вот в Техасе они сами покрупнее, но яйца сейчас тут помельче почему-то дают. Ну в принципе и те, и те хорошие мы так, такие, не разводим, а чисто так вот для себя держим. Покупали их суточными, вот такими маленькими. Вот, держали бруды ли до 30 дней, а потом уже по клеточкам их распределили. И они вот где-то с двух месяцев начинают уже нестись. И вот несут каждый день по яичку. Так что такая продуктивная птичка. Как утверждает хозяйка перепелок, птичка продуктивная, а уход несложный. Кормим специальный корм, перепелинный, специальный полноценный рацион для перепелок. Так вот он называется. И мы вот кормим. И едят круглые сутки могут есть. Вот как насыпешь, так кушают, кушают, кушают. И водичка чистая, все, больше ничего мы не даем. Перепела у Натальи Касимовой – мясо яичных пород. А это означает, что получать с них можно не только яйцо. И тушка у них, да, при забое получается такая более крупненькая. И яйца дает. А чистые яичные, которые породы, они в основном яйца, и тушка маленькая. Где-то 150 грамм до 150. А эти где-то вот 250-280. С тушками мы их кушаем, жарим на гриле и бульоны варим. Ну это мы мальчиков только когда вот забили, когда вот их же в суточном не видно в возрасте, где девочка, где мальчик. Вот они уже подрастают, начинают петь. Тогда мальчиков мы их убрали, чтобы они не мешали им. А с яйцами друзьям даем, и есть у нас потребители, которые постоянно берут, покупатели, парочку. А сами? И сами кушаем. Вот. Все на них делают. И варим, и в салаты, и тесто на них делаем. Яйца прекрасные. Одно и пять перепелиных, одно куриное. Из этого расчета. Если одно куриное яйцо, это пять перепелиных, не проще ли держать кур? Для рациона, для здорового питания, конечно, перепелиное, оно богаче и микроэлементами, и питательными веществами. С вами программа «Сады и огороды Приморья». И больше всего на свете мы любим ездить в гости. И делаем это исключительно для того, чтобы рассказать вам обо всех увлечениях и достижениях садоводов и дачников, чтобы обобщить полезный опыт и чему-нибудь научиться. Например, прививать плодовые деревья. А наш главный инструктор по прививкам – садовод из Кипарисова Алексей Герасименко. Сегодня у нас в гостях журнал «Сады и огороды Приморья». Будем показывать вам прививку персика в шейку. Когда мы прививаем в шейку, я покажу где-то шейка, получается мы садим черенок на корни. Если мы делаем выше, то получается как бы вставочка, персик не будет развиваться. Он первый год вроде бы порастет, потом останавливается, получается карликовый и плохо развивается. Видите, где шейка? Вот она, первые пошли корни разветвления. Вот они, прям вот наружу. От него отступаете сантиметр, сантиметр-полтора. Вот. И вот так спили вы иди. Обязательная процедура – зачистить спил вовнутрь. Не от центра к краю, а от края к центру. Почему? Чтоб не было задиров. Ровность тут не обязательно. Вот теперь смотрим, где у нас хорошая сторона. Вот более-менее. Вот она. Видите, ровная, хорошая. В подготовленном подвое делаем расщеп. До корней. Можем взять молоточек постучать. Вот в данный момент. Видите, хороший ровный череночек с развитыми почками. Вот. Делаем срез. И оставляем вот раз, два, три. Я беру четыре почки. Над верхней почкой делайте где-то полсантиметра, чуть можно вот больше. Вот так. То есть не под почкой. Ну, не над почкой, а эта. Потому что вот этот у вас подсохнет. А если вы сделаете близко к почке, вот сюда, то начнет сохнуть черенок, и почка уйдет. Вот. И делаем косой срез. Клинушка. Ведь чем тоньше будет низ, вот этот вот, тем лучше будет прилегание. И делаем расщепление. И вставляем череночек. Вот. Видите? Все. Вставили. Вот казалось бы, видите? Я вроде бы вставил все. А он выпирает. Для этого, чтобы была 100% совместимость, вы берете пальцем и проводите вот так. По подвою. Видите? Все. Идеально ровно сошлось. И еще один момент, очень важный. Когда делаете прививку, любую. Яблоню, грушу, все. Видите? Вот. Осталось зеленое. Плечико вот как бы такое вот. Вот оно. Его нужно обязательно оставлять. Почему? От него начнется быстро образовываться калиус. Вот так вот по кругу он пойдет. Вот. Если не оставлять, она да. Она примется. Все. Но будет очень долго образовываться калиус. Почему? Потому что он на кору не пойдет. Вот так берем пленочку. И вот так закрываем. Ни садовым варом, ничем. Можно глиной замазывать. Можно. Вот. Но я в данный момент вот покажу вам пленкой. Проще, чище. Да и лучше. И самое главное. Вот здесь, когда обмотаете, вот сюда не давите. Не прижимайте близко. Почему? Потому что некуда будет образовываться калиус. Она будет, черенок будет расти и будет упираться у вас в эту пленочку. Поэтому вот так вот сделали. Все. Это готово. Одеваем вот так. И делаем вот так вот покомпактнее. Но макушку оставляйте свободной. Почему? Потому что начнет черенок у вас прорастать. Это упираться лист и может погореть. А так будет воздух. И вот этот завязываем. Все. Вот так у вас будет сделана прививка. Я сейчас покажу, что получилось с прошлого года. Вот почему я говорю. Когда-то я делал прививки чуть повыше шейки. Думаю, ну что такое персик. Два года, три года, но не растет. Потом до меня дошло, что получается как бы вставочка карликовая. И он не развивается. Вот саженец прошлого года сделан. Вот посмотрите. Он весь цвету. Весь он. Это однолетний саженец. Вот этот саженец мы готовили с осени. Посадили его в ведры. Все сохранили в сарае. Они прекрасно хранятся. Почему там корневая система очень морозостойкая, вишня войлочная. Вот. Сейчас вот достали, сделали прививку. Прививка пойдет. И будет где-то в конце июня. В конце июня. Уже хорошие приросты. Все. Мы высаживаем в грунт. Следующий сюжет мы тоже снимали в Кипарисово. На участке соседки Ирины и Алексея Герасименко – Людмилы Винник. Помимо сада, овощных грядок и множества декоративных растений, у Людмилы Ивановны есть два великолепных пруда и множество скульптурных композиций, сделанных руками хозяйки. Из-под чего? Вот картонную коробку. Вырезала в коробке. Что вырезала? Окна. Обложила камушком, получился домик. И вот он уже стоит, наверное, лет 30 стоит. Собирались камушки по дорожке. Раньше камушков было много. И вот эта крыша сделана яшма. Это яшма. Ну, я только 30 лет. 30-35. Практически всю жизнь занимаемся. Вот когда-то приехали, тут был лес сплошной. Вот. Заезда не было. Мы маленькую кухоньку поставили. А потом ехал здесь большой-большой трактор. Ну, в общем, с ковшом. Но я говорю, давайте попросим его. Он молодец. Раскопнул, он большой камень вытащил, яму сделал. И так появился у нас пруд. С поднаходки. Как едем на пляж купаться. Так с собой. Какой камушек понравился, такой и ведем. Обложила я пруд тоже очень быстро. Но это экстремальные условия. Муж погиб. Это вот это вот нервное состояние такое, да, не знаешь, когда что делать. Вот. Ну, не даром, говорит, вот в экстазе, вот в таком вот порыве, да, человек многое очень делает. Я только потом удивилась, как я могла за короткое время, за два дня вот это все обложила. Дача разделена на определенные уголки, чтобы было интересно. В один уголок пошел, там хорошо, в другой уголок пошел, там еще лучше. Вот. И как-то она сама запросилась, что в этом месте хотелось тоже прудик сделать. Он не особенно глубокий, но кушинки прекрасно растут. Для кушинок не нужна глубина большая. Вот. Кушинки замечательно. В том пруду, в том году, я насчитала 28 за один раз цветов кушинки. Распустились 28 штук. Розовый кайнер – это гранит, это наши приморские. Ну, мы взяли, решили мы дорожки вот такие сделать. Потом захотелось маяк сделать, сделали маяк. Это вот в этот самый решили сделать в китайском Силии. Там можно красивые вещи делать, но на это нужно время. Время нужно. А я и работала, и строили, и все такое. На все время не хватает. Красота, пруды, каменные пагоды и цветы – это важно. Но дача без огорода – вещь немыслимая. Грядки с овощами у Людмилы Винник тоже есть. А как же без грядок? Без грядок скушен тоже смысл нет тогда. На одной красоте далеко не уедешь. Обязательно картошку садим, обязательно помидоры, обязательно огурцы, перцы, баклажаны. Всему места хватает. И все-таки дача для Людмилы Ивановны – это место творчества и вдохновения. Потому что, ну, если бы не красиво было, ну, если бы просто картошка или помидоры, я бы тут не торчала. Меня бы тут не было. Это сто процентов. Если просто картошка, помидоры, огурцы. Это неинтересно. Это неинтересно. Интересно что-нибудь новенькое посадить. Посадить новый пион, посадить новые розы, посадить новый кустарник, посадить перчики. Вот увлекаемся сейчас, увлеклись персиками, разные сорта. Вырастить их, постараться, да? А их вырастить очень сложно. Хотя я уже понимаю, что, наверное, уже возраст такой, что можно уже и заканчивать с этим делом. Но тяжело оторваться от этого всего. Скучно будет, очень скучно. Тут все чирикает, пищит, из земли лезет. Чудо природы. Маленькое зернышко посадишь, да? А оно вдруг раз и помидор вот такой двухметровый. Но это же чудо. Жизнь – это чудо. Дачная мудрость гласит. Ответы на все спорные вопросы лучше садовода знает другой садовод. Он и посоветует, куда разложить яичную скорлупу, чайную заварку или луковую шелуху. Но есть садоводы, которые действительно знают, как правильно ухаживать за садом. Ирина Герасименко расскажет, какие работы нужно срочно выполнить в мае. Начинает все расцветать, поэтому что-то радует, что-то расстраивает, не перезимовало. Здесь вот у нас пролиски, они и голубые, и белые. Это сангвинария. Она сейчас немножко пасмурно закрыта, а в солнечную погоду раскрываются, и получаются вот такие маленькие веселенькие ромашечки. Весной нас радуют первоцветы. Они в течение месяца будут нас радовать своим цветением. Там потом зацветут еще мускари, примулы. Но горка тем и хороша, что она весенними цветами. И дальше у нас розарий. И чтобы он не был весной пустой, мы собрали семена и просто их раскидали. Пока вырастут, зацветут розы, наши луковичные нас опять же радуют. А потом зацветут розы, луковичные там рут, и опять они, в общем-то, будут себя чувствовать прекрасно до следующей весны. Горку мы ничем не подкармливаем. В принципе, они как лесные растения, им хватает. Единственное, осенью немножко присыпаем компостом. Во-первых, питание и все-таки небольшое укрытие на зиму, чтобы луковицы не вымерзали. С розами немножечко иначе. Розы надо покормить. Но так как они у нас были окучены в зиму землей, вот видите, здесь кустики, они хорошо перезимовали, они засыпаны. Мы упростим свою задачу. Мы рассыпем специальное удобрение для роз. Вот прямо по периметру кустика ничего, достанется немножко и луковичным. Не разокучивая, то есть земля еще нет. А потом просто сверху размываем водой. Уходит удобрение, и вот эта наша окучивающая земля, вот она вся-вся-вся расплывается. Не надо лишний раз тяпкой стучать и, по крайней мере, не затронем наши луковичные. После этого уже мы делаем обрезку, когда все размыли, все увидели. Где-то мышка погрызла, где-то, да, где-то подпрела. Бывает не без этого. Но они благодарны, они, в общем-то, очень быстро отходят, если дать им соответствующий уход. Ну что, пойдемте дальше, посмотрим, как мы управляемся в саду. Это плетистая роза Дортман. Она не махровая, но очень красивая, изнутри как бы светящаяся. Да, колючая. Да, тяжело подымать, подвязывать. Но когда она цветет, мы ей все прощаем за ее красоту. Обязательно обработаем ее медсодержащими препаратами. Можно хома, можно обегопик, можно есть специальные химикаты именно для болячек от роз. С профилактической целью можно это сделать. Старые ветки мы вырезаем только весной. Хотя, в общем-то, многие розоводы рекомендуют старые ветки вырезать в зиму, типа меньше укрывать. Но мы же не знаем, как она перезимует. Где-то действительно или мышка села, или пока укрывали, сломалась. И получится, старую вырезали, а молодая не зацвела. Чтобы этого не получилось, мы вырезаем и подвязываем только весной. Ну, в принципе, здесь у нас будет грядка, где мы добавляем торф, капост, навоз. Поэтому ей питания здесь хватает. А отдельно, если посаженные, то да, конечно. Обязательно надо дать азот, надо дать толчок растениям. Весной им нужно дать рост. А рост – это азот. Не надо его бояться. У нас в воздухе азота больше, чем кислорода. Он нас окружает. Не бойтесь, товарищи. Если вы не успели обработать клубнику в апреле, ну, по каким-то причинам, погода не дала или работы, вы приехали на майские праздники, это не поздно сделать и сейчас. Вот кустики перезимовали хорошо. Старый лист больной мы должны убрать. Оставить только молодые, сильные, здоровые листья. Не жалейте. Даже если где-то хоть одно пятнышко, лучше убрать его. Вот здесь оно. Вот она быстро восстановится. Кустики почистили. Кустики порыхлили. Обязательно после зимы почва, сбитая корням, нужен воздух. Мы почистили, порыхлили. Немножечко дали ей пару денечков постоять, так скажем, немножко приподняться после укрытия. Все. А потом можно сделать подкормки. Есть специальные прямо удобрения, комплексные, для подкормки земляники. Если нет специального удобрения для клубники, то даем мочевину. Чтобы правильно рассчитать дозу, воспользуйтесь спичечным коробком. Не столовая ложка, потому что столовые ложки разные бывают. Где с горки, а где без горки. Обыкновенный спичечный коробок – это норма на 10 литров воды. Мочевина хорошо разводится. Она как сахар буквально. И просто полейте, и вы увидите, как она сразу у вас воспрянет. Если у вас растут клематисы, им тоже нужно уделить внимание. Вот смотрите, почки уже пошли. Мы их подняли, привязали. Потом, если где-то видно сухие веточки, их можно просто пройти, когда увидеть, где почки живые, а где нет. Просто обрезать. У него корневая система под ним нельзя, не копать. Слегонько тяпочкой прорыхлить и подкормить. Все цветочки можно кормить минеральными удобрениями. Весной здесь у нас зацветают нарциссы. Они здесь уже много лет. Им здесь нравится. Пытались пересадить в другое место, они там капризничают. А здесь они растут, прекрасно цветут, радуют нас. Ну, розы, клематисы, в общем-то, я считаю, неплохое сочетание. Вы смотрели телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Наши партнеры – питомник «Сады Севера», медицинский центр «Асклепий», компания «Центр снабжения ДВ». А наша программа подошла к концу, и нам пора прощаться. Я желаю вам хорошей погоды, солнца, тепла, а еще здоровья, силы времени, чтобы вы смогли у себя на даче выполнить все задуманное и запланированное. Удачи!